Путь у России один, и, к сожалению, он очень тяжело реализуем. Дело в том, что правительству надо понимать, пока Россия будет обладать таким уровнем коррупции, перспектив у нее нет. Так же, как нет перспектив у экономики, если она будет зажата таким огромным количеством чиновничьего аппарата. Люди, которые что-то делают руками, головой, должны быть стимулируемы, должны поддерживаться государством, и не должно быть такого количества нахлебников. Когда берешь экономические выкладки, допустим, что такое соя, если она производится в каком-то месте и потом продается китайцам, то смотришь на разницу, за которую китайцы ее покупают, между той суммой, которую получают производители сои, прямые, которые ее вырастили. Они ее сдают, допустим, по 10 рублей, а она идет в Китай по 100. 90 рублей из 100, то есть 90% уходит на посредников непонятно на кого. Поэтому человек, который производит сою, конечно же, понимает, что он работает даром. Вот как только вот это сознание уйдет у него, а уйдет оно тогда, когда мы уберем это огромное количество издельников, болтунов, людей, которые ничем не занимаются и получают за это деньги. Ведь смотрите, что получается у нас. Скажем, если вы покупаете какую-либо недвижимость, покупаете либо большое что-то, вы должны пройти 48-35 инстанций, я уж не помню точное количество, согласовать огромное количество бумаг. Вот этот весь аппарат, который вам надо пройти, это все люди, которые от вас что-то хотят. Их всех надо подмазать, всем надо что-то там дать и так далее. Вы не подпишите ни одной бумаги. Я не могу оформить, у меня дача, я не могу оформить участок 11 лет. Не существует никаких способов легально пройти вот через все эти препоны. Мало того, я не плачу налоги в государство, а должен это делать вот за ту недвижимость, если бы она принадлежала как бы официально какому-то конкретному лицу, мне, и была куплена, я бы за нее платил, как плачу за квартиру. То есть государство теряет огромное количество денег, потому что никто ничего не может оформить. Они не могут оформить, допустим, собственность, только потому, что огромный чиновничий аппарат этого не позволяет иначе. Если я смогу это сделать просто, естественно, и заплатить в государственные органы конкретные деньги, а с чего будут скормиться они? Поэтому они всячески, вот этот чиновничий аппарат, всячески препятствует тому, чтобы государство двигалось и развивалось. Они раздут их для тех кадров до безумия. Вот это первое, что нужно сделать. Если найдутся такие силы, а их надо формировать, соответственно, создать определенную структуру. Ведь полицейский не берет взяток в Германии совсем не потому, что он лучше нашего полицейского. Просто потому, что ему невыгодно брать взятки. Вы экономически должны сделать предпосылки для того, чтобы наш полицейский тоже не брал взятки на дороге. То есть вы должны сделать как? Как вот я считаю, вот мое мнение, создать эти условия. Для этого надо взять их опыт, допустим, посмотреть, почему при сравнимой зарплате, ведь у него зарплата у полицейского, скажем, точно такая же, как у работника музея. Но он рвется туда, в эту полицию, для чего? И не берет взяток при этом. Да потому, что он получает кучу дополнительных каких-то там льгот, уважение своей страны, каждого своего соседа и так далее. Он получает какие-то пенсии потом в дальнейшем, страховка его жизни очень высока и так далее. То есть мы должны подумать сейчас о том, как создать структуру, которая двинет страну вперед экономически. Но для этого придется вырезать или переформатировать, переориентировать огромное количество людей, получающих сейчас совершенно непонятно за что.